Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа «Новости 24». В студии для вас работает Сусана Халилова. И каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов. Дорога предков. Дагавтадор завершил реконструкцию дороги, проложенной в 1867 году еще царскими властями. Получать знания и следовать советам старших аксакалов. Именитые спортсмены, народные герои, религиозные и общественные деятели на одной площадке обсудили и разобрали проблемы подрастающего поколения. В 72 субъектах Российской Федерации пожароопасный сезон закрыт. В МЧС России обсудили итоги пожароопасного сезона 2017 года. Дорога народно-хозяйственного и оборонного значения. Дагавтадор открыл реконструированный участок автодороги. Грозный, Ботлих, Хунзах, Араканская площадка. Современная автодорога улучшает транспортные связи Республики Дагестан с Чеченской Республикой. Соединяет между собой населенные пункты нескольких районов. Подробности расскажет Атика Магомедова. Здесь, на высоте 2000 метров над уровнем моря, эта дорога была пробита до 1867 года еще царскими властями. Она имеет не только республиканское значение, но и федеральное, так как соединяет между собой две крупные республики Северного Кавказа – Дагестан и Чечню. Строили ее три года. Более активно последний год. В этом году предполагалось где-то полтора километра, но мы построили 5,2 километра. У нас, кроме того, чтобы строить дороги, есть у нас еще свой внутренний план агентства – сократить незавершенку. Сокращая незавершенку, мы увеличиваем эффективность использования денег Дорожного фонда. Восемь километров. Уложено более 15 тысяч асфальтобетонной смеси. Ширина покрытия составляет 7 метров. При строительстве дороги применялась система 2- и 3-д нивелирования. Это означает, что в бортовой компьютер асфальтоукладчика или грейдера вводится проект, и он с точностью до 5 миллиметров рисует проект. В современном мире все чаще человек выходит из процесса. А в процессе более востребована вот такая техника из серии думающих. Проезд тяжелой строительной техники, которая, кстати, и была задействована в реконструкции этой дороги. За техникой, на удивление, ребята молодые. Им от 20 до 30 лет. Лучших из них сегодня награждали именными часами, на которых написано «За качество» от Хучбарова. И денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. Для жителей сел эта дорога имеет огромное значение, так как она значительно улучшает транспортную связь между поселениями. На месте открытия дороги устроили настоящий праздник. Юные акробаты, национальное подворье, выступления гостей, ознакомление с ходом строительства на 35 баннерах, описывающие процесс работы на данном участке и соревнования по картингу на Кубок Дагавтадора. Юный участник картинг-клуба «Гараж» Мурад Юсупов финишировал первым и получил Кубок Дагавтадора. А завершилось мероприятие велопробегом в честь открытия новой дороги, в котором приняли участие учащиеся школы Хунзахского района. Атихат Магомедов, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район. Шамильский район чествует свою молодежь. В Махачкале состоялась встреча руководства района и активной молодежи. Именитые спортсмены, народные герои и религиозные и общественные деятели на одной площадке обсудили и разобрали проблемы подрастающего поколения. Подробнее в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Одной из актуальных тем на сегодняшний день остается вербовка молодежи в террористические группировки. Встреча началась с лекции о последствиях губительной идеологии. Ученые призвали получать знания и следовать советам старших акзакалов, как это было принято в Дагестане. Молодежь – это наши будущие районы. Это молодежь со всех сел Шамильского района. Они должны объединиться ради района, ради Дагестана. Есть тут студенты, есть кто уже занимается, есть спортсмены. Поэтому каждый должен заниматься своим делом на благо района, на благо республики. Подобный фармат-стреч полезен и способствует выявлению талантливой молодежи. Собравшись, заверили, что каждая инициатива на благо родного края будет поддержана. Все дело в желании. Создайте фонд. Фонд молодежи Шамильского района. Будут поощрять лучших, будут поощрять неимущих. На благо, поощрять спортсменов, спортивные мероприятия, другие научные мероприятия. Чтобы они смогли этого сделать, надо фонд создать. Я этому сегодня положил начало. После выступлений гостей состоялась церемония награждения. Именеты спортсмена района получили ценные подарки, в том числе новоиспеченный бейтс Всемирной Организации UFC Магимед Анкалаев. Также призером Кубка Шамильской лиги 2017 по мини-футболу вручили кубки, медали и дипломы. По итогам турнира первое место заняла команда «Хотуда», второе – «Урада», а третье досталось «Мокуда». Братство команде, за что это больше всего нам удалось выиграть. До суббора у нас были, игра была, все хорошо было. Чего-то не хватало, один разговор, один ходит, где там как-то сбивалась игра. Собрались, вместе поговорили, с командой все сделали. И единый механизм привел к этой победе. Помимо спорта, ребята находятся и на передовой образовательной сфере, отметили на собрании. Об этом свидетельствует активное участие на всероссийских и международных форумах. Работа с молодежью будет проходить и впредь. Каждому куратору села после этих школьных каникул у нас будет презентация проект «Мирный Дагестан» в каждой школе по всем селам. После этого мы хотим в эту зиму на уроке труда внести урок «Стрельба из лука». Так как олимпийский вид спорта и является суммой, и поэтому мы хотим как-то вот такие мелкие работы производим. И еще, чтобы все знали, в каждом селе мы делаем группу ГБР, которые работают над молодежью, которые ведут неподобающий образ жизни. В конце встречи участники задали интересующих вопросы к главе муниципалитета. Магимед Ибергимов пообещал, что молодым предпринимателям в горах будет оказана поддержка. Хамза Нурмагомедов, Юнус Гитихмаев, Шамиль Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В МЧС России под руководством министра Владимира Пучкова состоялось совместное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Обсудили итоги пожароопасного сезона 2017 года и введение системы экстренного оповещения населения в регионах страны. Отметили, что лесные пожары по-прежнему остаются основным фактором негативного воздействия на экологический ресурсный потенциал лесов. По состоянию на сегодняшний день в 72 субъектах Российской Федерации пожароопасный сезон закрыт. В 64% случаев лесные пожары возникают по вине человека. Также на заседании было отмечено, что в 2020 году планировано приобретение более 300 единиц техники, а также пожароспасательного оборудования. Пристальное внимание правительственная комиссия уделила сроков завершения работ по вводу в эксплуатацию вновь созданных элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. С учетом корректировок, внесенных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, дополнительно определено более 2000 зон экстренного оповещения населения. Ну а теперь краткий обзор событий от Ларьяны Шамхалаевой. 9 контейнеров пострадало при пожаре на рынке Ирчи-Казака в Махачкале. Возгорание произошло сегодня утром в контейнере, используемом под кафе. Пострадало 9 металлических конструкций с продукцией для хозяйственных и бытовых нужд. Огнем было охвачено 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В Смоленской области появилась аллея памяти Магомеда Нурбагандова. Аллею Сосин в честь Героя России высадили в Кордымовском районе молодые активисты. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Герои среди нас». Ранее в Смоленской области учреждена медаль «Работайте братья» памяти Нурбагандова, которую будут вручать отличившимся сотрудникам правоохранительных органов. Во всех жилых домах Махачкалы отопление включат до 5 ноября. Теплоснабжающие организации до 5 числа текущего месяца обязаны обеспечить теплом все жилые дома и административные здания столицы. Жильцы домов, которых не включат отопление до указанного срока, могут обратиться по телефону горячей линии госжилы инспекции Дагестана. Авиакомпания «Флай Дубай» совершила первый рейс из Махачкалы в Объединенные Арабские Эмираты. Компания будет осуществлять рейсы из международного аэропорта Махачкалы «Уйтаж» в терминал 2 международного аэропорта Дубая по средам и воскресеньям, а обратные рейсы по вторникам и пятницам. Стоимость возвратного тарифа эконом-класса из Махачкалы в Дубай от 17,5 тысяч рублей, включая 7 килограмм ручной клади. Дагестан посетили члены Наблюдательного комитета Объединенного мира борьбы. Спортивные чиновники прибыли в нашу республику для осмотра мест проведения чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет весной 2018 года в Каспийске. Для ознакомления с ходом подготовки к значимому спортивному мероприятию Дагестан посетили член Бюро Конгресса Объединенного мира борьбы Мария Яксиродика, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина, менеджер по вопросам проведения чемпионата Европы Рамиль Ахмедов. Первым делом гости в сопровождении руководства Министерства спорта побывали в санатории Каспии в Кардабудахенском районе. Расположен на берегу Каспийского моря, санаторий в будущем году станет местом проживания и тренировочного процесса прибывших в Дагестан иностранных сборных. Далее вместе с ВРИО председателя правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым делегация осмотрела Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске – арену предстоящего чемпионата Европы. Мы только недавно приехали, но то, что мы успели посмотреть, нас вполне устраивает. Конечно, учитывая, насколько популярна борьба в Дагестане. Немного жаль, что Дворец спорта не сможет вместить всех желающих. Но мы постараемся сделать все возможное, чтобы этот чемпионат состоялся на самом высоком уровне и стал ярким, незабываемым событием для дагестанцев и гостей республики. Абдусамад Гамидов заверил гостей, что к моменту проведения соревнований спортивные сооружения уже полностью будут отвечать всем необходимым требованиям и международным стандартам. Проведение чемпионата Европы под трем стилем борьбы намечено на апрель 2018 года. Ну и к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 58,15 рубля, евро 67,71 рубля. Еще больше новостей вы можете узнать на нашем сайте nntv.ru. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин